Там кто-то шуруповёртом сверлит, здесь кто-то стучит в какой-то баклажке. Цикады. Природа, друзья. Сегодня у нас не хромакей, сегодня мы действительно... Не говори, пускай они догадаются. Пускай подумают, что хромакей у нас супер-мега. Ещё звук скажут. У вас цикады слишком громкие, убавьте цикад, пожалуйста, в следующий раз. Так, всё у нас симметрично, красиво. Шикарно. От меня не сильно далеко? Нет. Подождите. Ещё не здоровался. Всем привет, друзья. Приветствую вас. Добро пожаловать на наш мукбанг-канал. Сегодня у нас вот такая шикарная рыбка. А кто рыбу просил? Никто не просил. Сама пришла. Нет. Еленушка, наша зрительница, просила рыбный мукбанг. Пожалуйста. Посмотрите, какая красота. Рецепт на эту рыбку обязательно оставим внизу в описании под этим видео. Ой. Аккуратно. Так, внизу в описании под этим видео. Миша голый там ходит. Иди кота чужого гони вон там с огорода. Вон там рыжий гуляет. Рецепт на эту рыбку оставим внизу в описании под этим видео. Переходите на наш основной канал. Смотрите, готовьте и кушайте вместе с нами. Так. Также у нас на столе сегодня овощи-гриль. Поскольку мы на природе. Мы уже... Который четвёртый или пятый день, да, на природе? Так. Микрофончик нам поближе, может? Ты поближе сядь, чтобы тебе микрофон был. Это самое. Много мог... Хорошо. Хорошо. Поскольку мы на природе, у нас на столе овощи-гриль. Вот такая огромная, шикарная тарелка. Здесь и помидоры, и болгарские кабачки, и картофель. Картофель, кстати, вчера у нас в гостях тётя была. Сказала обязательно вам рассказать. Вернее, она сказала даже показать вам. Но поскольку как такового рецепта картофеля нет, мы просто взяли картофель, завернули в фольгу и кинули прямо в угли. Вот. И получается и золы нет, и картошка печёная. Мы сначала, знаете, первый раз экспериментировали. Половину закинули в углях, ой, в фольге, а половину без фольги. Потому что боялись, что если в фольге, то будет такой... Больше как пюрешка, не будет запаха печёной картошки. Однако нет. Очень даже замечательный запах печёной картошки. Поэтому после этого стали только в фольге запекать. Так что просто в фольгу заворачиваем и забрасываем в угли. А здесь салат. Салат заправлен шла-ха-ха. Там Миша пробежал назад, невидимый. А, ну ладно, не будем его вырезать. Пусть голенький ребёнок у нас бегает. Но он не голенький, он в плавках на самом деле. Вот. Салат заправила оливковым маслом. Соль, чёрный перец. И здесь у меня помидоры, огурцы, лук, зелень и болгарский перец. Алексею уже давным-давно не терпится попробовать. Давайте пробовать рыбку. Ой. Затупил пол чарелки. Обязательно эту рыбку нужно нарезать в замороженном виде. Иначе она у вас поплывёт, вы не сможете нарезать. Потом уже пусть плывёт. Потом она мягенькая становится, хорошенькая. А то, что мы её с кожурками едим, ничего страшного? Ну, выплёвывай. А как? Как хочешь. Вкусно? Очень вкусно. Кабачики хрустят. Рыбка в меру солёная, пряная. Чё можешь сказать про рыбку? Не, она клёвая такая, солёная. Сейчас попробую кожу убрать. Там нереально. Запиваем зелёным чаем. Мне нравится работать на природе. Сейчас какой-нибудь, если автомобиль проедет, шумный. Что естественно. Или поезд. Ты мне скажи, ты мне обещал, что если я сяду на эту сторону, то у меня не будет солнца на глазах. Так ведь нет уже. Чувствуется чесночок, чувствуется перчинка, да? Но при том она такая пикантная, перчинка. Совсем-совсем ненавязчивая. В меру солёная рыба. Что тут Миша ходит? Миша что-то забыл здесь взять. Друзья, овощи гриль это наша слабость. Да? Клёво. Овощи гриль приготовили больше, чем всё остальное гриль. Я в общий салат положу картошку свою. Кстати, хлеб надо? Снимем следующим углом. Вчерашний не остался красивый такой зёрный. Не, а съели. Слушайте, ну рыбка обалденная. Просто восторг. Это нужно обязательно попробовать. Ты помнишь, привет кому передать? Оксана Малыгина. Оксана Малыгина. Я ещё говорила о Малышева. Ещё Елена Чен просила поздравить с днём рождения. У неё сегодня день рождения. Мы снимаем заранее. Ну скажи, какое число ты хоть? Какое сегодня число? Четвёртое? Или пятое? Сегодня пятое. Нет, что-то ты меня обдурил. Сегодня пятое августа. Елена Чен, вас поздравляем с днём рождения. Желаем всего самого наилучшего. У нас тут электрички ещё ходят. Чтоб все мечты обязательно сбылись. Здоровье самое главное. Берегите себя и близких. Давай меняться. А что у тебя есть? Пойди нафиг. Нафиг? Я туда на тебя смотрю и наоборот моё лицо на солнце. Ты меня надувил. Вот. Будь сам на солнце. Тут меня кусает комар. Таковы реалии природы. Да. Эту рыбку идеально, конечно, кушать. Может быть, с картошечкой. Или Знаете ещё с чем? Паби Мури. Пивасиком. Пивасом, да. И Паби Мури. Паби Мури прям очень хочется прям сейчас. Ну, на природе приходится довольствоваться грилем, да? Что тоже неплохо. Ну да. А вертолёт вырезать? Нет, не получится. Два вертолёта летят. Хвост в хвост. Оксана Малыгина просила передать привет. Оксаночка, вам огромный привет. Привет. Спасибо, что пишете, задаёте вопросы, просьбы. Мы всё записываем. Мы сегодня просто так получилось, что локацию сменили. Сюда приехали поезда, машины, вертолёты прилетели. Да, вертолёты не летали, прилетели действительно. Почему-то два сразу, друг за друг. Но дома у нас на стене, у нас вот так стол стоит, а сбоку на стене повесила я все, кто просил передать приветы. И что ещё? И вопросы, да? Жанар Жанек? Жанар Жанек, да? Жанар Жанек, вам тоже огромный привет. Задавал вопрос. Задавала, по-моему. Задавала? Простите. Задавала вопрос, как мы относимся к изменам. Есть что сказать? Честно говоря, я могу сказать, что это неправильно. Вот эти измены. Салфеточка. Есть. У тебя. Микрофон тут. Сейчас. Не знаю, я как-то это... Психологически всё равно с родным, с любимым человеком вот эта измена, это какая-то... Я тоже не понимаю... Неправильная какая-то ситуация. ...людей, которые... Ну, вообще, такие поступки совершают. То есть, ты живёшь в семье, с тобой рядом любящий человек, твоя семья, твои дети. Более-менее, там, так или иначе, у всех людей есть, там, средства для того, чтобы обеспечить свою семью, да, продукты купить, есть где жить. Что ещё человеку нужно, правильно? Ну, а те, кто всё-таки поступает так, то не знаю даже, как это сказать. Ну, во-первых, начнём, наверное, с того, что не знаю, как Алексей, я бы не простила. Это предательство, и это... Ну, как бы, если человек пошёл куда-то на сторону, значит, пусть идёт уже до конца. Сказал А, сделай Б. Вот. Вынул пистолет, стреляй. Правильно? Не знаю, как Алексей к этому относится, я к этому... Я категорично прям отношусь к этому. Вот. Ну, слава богу, у нас семья нормальная. Никому ничего, кроме друг друга. Мне никто не нужен, кроме Алексея. Алексею никто не нужен, кроме меня. Вот. У нас есть дети, у нас всё хорошо, и нам ничего и не нужно больше в жизни для счастья. Правильно? Да. Поэтому, как бы... Ну, если, как говорится, такая ситуация у человеков возникает, мне кажется, надо... Расставаться однозначно. Расставаться, да, и продолжать отдельными путями. Нет. Я, в принципе... Ну, вот. Есть же семьи, которые действительно расстаются, да? У нас хорошая наша знакомая. Татьяна, да? Не будем называть фамилии. Вот. Рассталась с супругом. Ну, нашла родственную душу. Ну, такое, может быть, случается, знаете, когда? Когда уже с близким человеком нет никакого взаимопонимания, никаких точек соприкосновения. Когда уже здесь разлад и распад, то тогда, конечно, не исключено, что человек встретит другую родственную душу, с которой ему будет комфортно. Правильно? Закон сохранения энергии. Вот. Кажется, если место освободилось, чем-то оно... Место кем-то стало занято. В данном случае место было не освобождено, но взаимопонимания у людей уже не было давно. Ну, в душе, я имею в виду. Да. Ну, что-то. Согласна. Вот. А то, что говорят, все мужчины гуляют, это, я не знаю, на уровне какого-то животного, что ли, инстинкта, да? Ну, мы же не животные. Если тебе нужно справить нужду, как бы, физиологическую, да, у тебя есть любимая женщина для этого, да? Зачем тебе где-то на стороне это искать? А если человек пошел на стороне это искать, значит, его не устраивает здесь что-то. Разлад, скандалы, может быть, я не знаю, интриги, расследования. А если его здесь не устраивает, опять-таки, возвращаемся к тому, что люди все, ну, как бы, как это сказать, морально закончили уже свои отношения и сжили, да? Ну, как бы, и уже готовы искать другие отношения. В душе уже все, человек не родной, все, человек уже не супруг или не супруга. Хотя, что ты скажешь насчет тех мужчин, которые просто, якобы, это вот мужской инстинкт, да, пойти сходить куда-то? Нет этих инстинктов, в любом случае голова думает всегда. Ну, те, кто это делают, живя в семье, они же так не считают? Ну, просто какую-то отговорку они озвучивают. Кто-то же скажет, там, чего-то, там, тестостерона ему там много или мало. Дети играют в прятки. Рыбка потаяла, такая нежная стала, да? Обалденная рыбка. Такая прям. Любой соленой рыбке прям нос утрет. Да? Если будем ей нос утирать. Я свой кабачок не заела, еще один взяла. Ты голодный. Побоялась, вдруг ты больше меня съешь. Кто ты из зрителей голодный? Смотрит этот мукбанг. Да. Не, голодным не смотреть, хотя бы салатик нарежьте. Ну, да. Поэтому, не знаю, я отрицательно отношусь, я такое не приемлю. Если ты закончил отношения здесь, создавай новые, пожалуйста. Ну, как бы, каждый человек творец своей судьбы, да? Если ты не закончил отношения, так закончи, потом создавай новые. Ну, да. Дай кабачок тебе еще. А картошечку? Надо знаешь что? Что? Надо болгарский почистить. Ммм. Сейчас я. Да, это чумазая тема. Вот так сделаю. Почистить болгарский перчик. Ну, это так вкусно, что просто я не могу это не сделать. Я тоже извиняюсь. Побольше себе возьму. Вот, болгарский вот так счищаешь, и остается самая вкуснятина. Да, Алексей? Да, мы просто его бросаем целиковые, нечищенные. Нечищенные, да, не это самое, вот эту вот несъедобную часть, семечки, ничего не убираем. Потом просто обкусываем так. Красота, кто-то траву косит. Ну, может, траву менее будет слышно, чем нас, потому что микрофон-то у нас тут. Ну, хорошо. Ну, вертолеты постарались, вертолеты молодцы. Ну, да. Главное, время же выбрали, да? Сказали же, что у нас мукбанг. Кто не слушал, я не понял. Ни вертолетчики, ни самолетчики. Машинист тоже прослушал. Надо этот. Начальнику выговор. Какому начальнику? Вертолетно. Начальник всего? Вертолетно, ЖД. Танковым войскам? Угу. Окей. Вкуснятина. И скатерти вытерется. Хорошо. Помидорину ела? Не, а ты? Ешь, я ел. Ел? Угу. Она еще капает. Угу. Все как положено, да? Максимальный уровень срача. Может, надо было индивидуальные тарелочки? Принести? Угу. Попозже. Сейчас доедим потом. К чаю. Ммм. А я к чаю контейнер взяла. Да? С пирогом. Ммм. Так мы уже 23 минуты вещаем. Все хорошо на природе. Только вот кусучие эти мошкарета, комарета и слепни. Это жесть. Слепнята. Угу. А слепень, он медленно летает. Надо дождаться, чтобы он на тебя сел. И бей. Все. Ммм. Ты прозевала просто. Ты скажи, сейчас я могу ударить. Тадыщ. Меня сегодня Олег ударил. Так еще неожиданно. Я все в другую сторону смотрела. Молодец. Беспокоится. Ну, убил. Ну. Слепня. Слепня. Хорошо. Картошку кушай, давай пополам. Большая. Слишком. С этой. С рыбкой хорошо картошка. Угу. Угу. Уронил? Угу. Угу. Еще одна электричка проехала. Красота. Прям благость какая. И сверчков не подзаткнешь чуть-чуть, да? Ну да. Звук не уменьшишь. Угу. Как это? Максимально реалистичное все. Угу. Что-то как-то, да, мы тут тут все метнули. Про эти. Голодные. Про овощи гриль не врали. Ты мне салфетку не даешь? Ты что, скатерть не кончилась? Да. А эти две давала, то куда вторую пропукла? Одну использовала, вторую постелила. Ну, на третью я записываю. Угу. Так, три салфетки у Ули. Съешь еще один перчик? Да, кушай. Если... Ты же не ел. Ты моя забота. Будешь обесперченный. Обесперченный? Угу. Непоперченный. Да. Так что вот так, друзья. Да. А вот еще, например, в некоторых странах, по-моему, в Японии, если ты пьяным в аварию попал, то это считается смягчающим обстоятельством. Ты был пьяный и попал в аварию. Нормально. Ну да. В России только скажи. Вот. Все будут как в Кармагеддоне ездить, друг другу врезаться. Угу. Вот. И этот... Ты тоже можешь сказать, это было там в нетрезвом виде. И там я себя не контролировал, не контролировала. Можно уже так сказать? Угу. Но, с другой стороны, это что такая за компания, что так посидели хорошо, что потом... Давай-ка мы как-то так вот сделаем. Обалденная рыбешечка. Вкуснятина. Я уже наелась. Серега? Угу. Надо чай попить. Место поставить. Надо. Надо последнюю рыбешку съем. Друзья, напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, как вы относитесь к изменам. Потому что... И к овощам гриль. Как вы смотрите на измену овощам гриль с салатом? С помидорами и огурцами? Чуть в шапку не положила я. Грязную. Потому что наверняка есть люди, которые скажут, тю, а я не считаю, что физическую измену за изменой. Если вот душевная измена произошла, там, и человек влюбился в кого-то другого, тогда это измена. Есть же такие люди. Вот у меня, например, в институте, я знаю, учились такие сокурсники, которые так считали. Физическая измена, это не измена, это так. Физиологический какой-то процесс. А вот когда, говорит, человек влюбился в другого человека, вот тогда это измена. Есть и такие люди, представляешь? Смотрите, что у нас к чаю. Чужая душа потемки тут, как говорится. Ну да. Это пирог вишневый. Тёте, огромный привет и спасибо. Мы вчера вместе были на пикнике. Здесь. Вот. И вот этот контейнер, нет, не вот этот, другой, побольше контейнер. Был полный-полный. Чё ты делаешь? Я не знаю, куда она дихо бегает. Так надо было эту оставить же. Я салфетку оставил. Вот так. Я уже не мог это иметь перед глазами. Я всё ел и ел, не мог остановиться. Так, надо оставить деткам? Да. Поэтому давай нам два побольше кусочка. Нет, давай поменьше. Тебе поменьше, да? Хорошо. На. Тебе. Мне. Я себя не отделил. Надо завершать. Чё завершать? Ну, когда так делают, это тебе, это мне. Ага. Смотрите, это вишнёвый пирожок, внутри вишни, пятиминутка. И тесто настолько нежное. У меня есть где-то рецепт. Я не знаю, приготовить это как-нибудь на канал. Люди не любят, когда я пеку. Они не верят, что корейцы могут печь. Ну, вот тётя-то корьянка. Ну, пекла не смотрят такие видео, они вообще не заходят. Нет, пирог слишком не пеклатный? Нет. Настолько мягкое рассыпчатое тесто. Это объедение. Сказка, а слово мечта. Ну, тётя-то корьянка. Вкусно? Почему люди думают, что корейцы не могут печь? А тут тётя-то твоя и торт Наполеон делает, и... Микрофон тут. И сам сои, и всё на свете вкусное. Очень вкусно, да. Тётя моя, наверное, всем пекарем пекает, да? Наверное, обыкалывать сейчас. Вам привет, Людмила Николаевна. А что-то у меня тёмное лицо стало. Ой, не знаю. Солнышко, по-моему, в самом зените, как говорится. Ну, что ты кабачок не доел? Доёшь? Угу. У меня уже просто это... Остался желудок только для пирожка. Ну, что ж, друзья, пока мы с вами общались... Стол у нас всё дальше и дальше. Тоже всё уползает туда. Мы уже наелись. Участок прямой, без уклона называется. Так пишут в рекламе обычно. По продаже дачных и не дачных земель. Да. В общем, мы наелись. Однозначно рекомендуем рыбку. Её нужно попробовать всем любителям солёной рыбки, селёдочку, кто любит. Однозначно рекомендуем. Пробуйте. Это бомбовский рецепт. Забыл сказать обалденный. Обалденный рецепт. Обалденный, да. Ну, а мы будем заканчивать видео. Если видео понравилось, ставьте нам, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И не забудьте написать внизу комментарий какой-нибудь хороший. А что ты слоник своего прячешь? А там у меня салфетка. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо огромное за просмотр. Всем пока-пока. Приходите ещё. Увидимся снова. Пока-пока. Ля-пота. Птичь-тирикя. Облака.